Родители жалуются, что их заставляют покупать рабочие тетради по всем предметам. Хотя даже в Министерстве образования говорят, что это не обязательно. Но директора школ продолжают настаивать на своем. Причем стоимость рабочих тетрадей постоянно растет. Ардак Камал продолжит тему. Алматинка Наталья Шпартюк одна воспитывает пятерых детей. Чтобы прокормить их, она трудилась на двух работах. Но из-за карантина одно предприятие закрылось. Положенные пособия, либо алименты она не получает. Теперь денег катастрофически не хватает, сетует Наталья. А еще скоро начнется учебный год. И учителя снова будут настаивать на покупке рабочих тетрадей, которые часто даже не используются, признается женщина. То же самое прописать можно в обычной тетради, которая стоит 20 тенге. Есть тетради, которые и так и лежат новые. Которые сказали купить, но ребенок там ничего не делал. Они в следующем году перевыпускаются. И оставить их другому ребенку нет возможности, потому что там есть изменения. Давайте посчитаем, сколько потратит семья на тетради для троих детей школьного возраста. Для примера возьмем учеников 2, 4 и 6 классов. Для 2 и 4 класса полный набор дополнительных пособий обойдется по 9 тысяч тенге каждому. Общая сумма – 18 тысяч тенге. С 6 класса нужно покупать одну рабочую тетрадь по биологии, которая стоит 1000 тенге. Еще три атласа по 600 тенге. Лабораторные по пяти предметам будут 2000 тенге. В общем, за один учебный год семья потратит 22 800 тенге, не считая расходов на канцелярские товары, одежду и другие принадлежности. Несмотря на это, в Алматык этап настаивают, что рабочие тетради нужны. Рабочие тетради являются необходимой составляющей УМК, учебно-методического комплекта. Единый составляющий учебник, рабочая тетрадь, пособия для учителя, хрестоматия. И определенным нормативным документом для использования этих пособий в школе является приказ Министерства образования. Все же решение, покупать рабочие тетради или нет, должны принять родители. Об этом снова напоминает ВМОН. Так называемые специальные рабочие тетради, они необязательны, их требовать не нужно. Школьники могут использовать обычные тетради. Если в школах требуют купить рабочие тетради, то родители могут обратиться с жалобой в Министерство образования и науки. Ведомстве обещали разобраться с каждым фактом. Ардак Камал, Влад Шишко, Информбюро Алматы.